Моя жизнь изменилась после задержания, конечно, сильно. Нет уже той свободы, понятное дело. Не могу уже сделать то, чего бы мог сделать, если бы у меня было бы такого всего. Ну, думал, что могут поймать, но какая ответственность, особо в этом даже не разбирался. Когда я приехал даже в средственный комитет, вот она меня словили, привезли, и меня следователь спрашивает, вы показания давать будете? Я не знал, что такое показания. Я думал, что надо когда-то пойти и показать ему что-то, где это было и так далее. Вот. И я у адвоката даже спрашивал, он говорит, не надо, типа, это хулиган, когда ты несовершеннолетний, тебя не пасают. Как отреагировали родители? Ну, как и все, как и любой родитель, отреагировали. Слезы, вопросы, типа, зачем? Для чего ты этим занимался? Чего тебе не хватало? Да, и все. Вот такая вот. А суда боитесь? Суда, да, боюсь. Не то, что приговора, не то, что, ну, не вообще не ждал, что когда-то под каким-то там подсудимым. Вот, боюсь. Раскаиваюсь, конечно, я раскаиваюсь. Это, ну, тебе просто словами не передать. Когда сидишь, хоть и ты сейчас на аресте, ты понимаешь, что у тебя здесь срок. И то, что, ну, ну, это, это удар очень сильный. Это очень сильный удар по, в жизни. И думаешь, с этим надо справляться. И могло быть быть, могло бы быть и лучше. Вот. И много кто отвернулся. Даже те друзья, которые твердили, ну, ты мне лучший друг. Там, вот, повыпускались и сейчас просто не пишут. Там скинут какой-то прикол, там посмеются, ха-ха. А за 10 месяцев мало-мало кто спросил, как у тебя там, что там по делу, что там с судом. Мало кто. Ну, только кто там, ну, что-то из взрослых. Просто чисто для вежливости. Я просто скажу то, что достаточно одного дня побыть там, ну, за решеткой. Ты поймешь то, что, ну, то, что это совсем другая жизнь, совсем, совсем другая жизнь. Мой подельник даже говорил, когда мы в научных ставках были, он говорит, это другая жизнь. Типа, не надо. Лучше сюда не попадать. Ну, не знаю. Если кто-то хочет стать сапогротиком, то или еще каким-то там закладчиком, то это того вообще не стоит никаких денег, ничего. Свободу ничего не стоит.